Всем привет, привет! Это Москва, это Кремль, это сердце нашей Родины. Это красная ковровая дорожка всероссийской премии выпускник 2015. Это пятая церемония вручения премии выпускник 2015. Мы с радостью, с Артёмом Шалимовым, завидным холостяком «Сия Руси» объявляем красную дорожку открытой, друзья! Конечно, дорогие друзья, рядом со мной стоит обворожительная Рита Че, которая, знаете, выглядит как выпускница, но на самом деле уже не выпускница. Ты тоже недалеко ушел, мой дорогой друг. Совсем скоро уже на сцену, главную сцену страны поднимутся музыканты, диджеи, звезды. Но самое главное, поднимутся сюда наши выпускники, потому что именно они и есть самые настоящие звезды, для которых мы все сегодня собрались. И, кстати, немаловажно, что наши выпускники сегодня стали самыми главными действующими лицами на этой сцене. Потому что сегодня они помогали создавать эту премию. Они готовились целый год, креативили, принимали участие в создании номинаций. И именно их выбор пал на тех звезд, которые мы сегодня увидим на главной сцене страны. То есть получается, что сами выпускники выбирали артистов, на которых они хотят посмотреть. Сегодня мы узнаем, какой же ТОП-выпускник 2015 нам подготовили сами виновники торжества. Ну что же, красная ковровая дорожка открыта, и мы готовы встречать всех выпускников и звезд, которые выступят сегодня вместе. Они невероятно красивы, они невероятно радостны. Шутка ли? Одиннадцать лет просидеть за партой, закончить школу. И сегодня они, абитуриенты, и вступают в новую жизнь. Да, самый романтический период ждет их впереди студенчество. Ну что же, это будет сумасшедшая ночь, и мы уже готовы зажечь не по-детски. Ну что же, выпускники, эти аплодисменты для вас. Ура! Ну а мы встречаем наших выпускников. Они идут не одни, они идут со своими родителями и со своими учителями, которые невероятно горды за них. Если честно, у меня складывается такое ощущение, что выпускницы закончили школу давным-давно, а здесь решили продемонстрировать свои наряды. Артем, некоторым нашим выпускникам выбыла честь пройти по красной дорожке с артистами. И сегодня это Сергей Пицца, невероятный, улыбчивый, красавец Сергей. Потерял своих выпускников, с какими он сегодня, с которыми он пришел, но ничего. Сережа, ты начал увлекаться... Первое, что может сделать Артем? Конечно же, селфи на фоне самой доброй публики. Самой доброй, самой благодарной. Сережа, ты начал заниматься музыкой еще в школе. Скажи, тебе это помогало или отвлекало? Учителя как реагировали? Я занимался музыкой еще до школы, и от школы это сильно отвлекало. Потом я пошел в музыкальную школу, и там я понял, что вот тут я и останусь. Вот так. Сереж, расскажи, но ты все-таки был хулиганом или примерным мальчиком, таким ботаником? Учился я очень плохо. В музыкальной школе учился я хорошо, а в обычной школе я учился отвратительно. Ну скажи, музыка помогала завоевывать девушек? Ну естественно, я играл на гитаре и все, ну этим все сказано. А спортом ты занимался? Извини, Артемушка, а спортом? Спортом? Спортом, помимо музыки. Спортом я занимался, да, я один раз ходил на ушу. Слушай, ну ладно, понятно, что девочки, конечно, были в восторге от тебя, но были ли в восторге учителя, которые тебя учили? Вот кого ты можешь вспомнить, как самую такую злую учительницу, но которой в итоге остался благодарен? Злых учителей у меня не было, но учителя были, ну одна учительница мне однажды сказала, вот сейчас ты сдашь экзамен и, пожалуйста, за полтора километра обходи школу с этого момента. Какой это был предмет? Это была физика. Физика. А химия? Химия. А химия, я не знаю, что такое, да? Что такое, да. Скажи, ты сегодня готов зажечь не по-детски на главной сцене нашей страны, в сердце, так сказать, столицы, в сердце России? Да, сегодня будет отличное шоу на самом деле, я делаю все как надо. Сереж, у меня есть последний вопрос, попытайся вспомнить, это было, может быть, давно уже, но тем не менее, кого ты слушал на своем выпускном и кого хотел больше всего увидеть? Каких исполнителей? Я хотел больше всего увидеть, кого я говорю, Пецела хотел больше всего увидеть, да. Ничего себе, а сегодня в этом году больше всех хотят увидеть группу Пиццу и Сергея Приказчикова с его невероятными хитами. Сережа, мы ждем тебя на сцене. Спасибо тебе. Спасибо большое. Ну что же, а мы продолжаем. Артем Шалимов рядом со мной. Рита Че, и будем отжигать здесь и шалить всю говровую дорожку. И никакая плохая погода нам не помешает, несмотря на то, что солнышко спряталось и начинается дождь. Ну вы посмотрите на эти эмоции, вы просто услышьте их, выпускники самые счастливые люди. Артем, Артем, ну а каким ты был в первом классе? Ты вообще помнишь, как ты пошел в школу, шарики, цветы, мама, вот ты ее держишь за руку и говоришь на всего. Конечно, я ходил в школу с гладиолусами каждый год. Я думаю, что ты тоже, все сдачи приводили эти гладиолусы. Я с гладиолусами? Боже мой, бедный ребенок. Я хотя бы с гладиолусами. Но от школы у меня остались самые приятные воспоминания. Проучился всю жизнь в одной и той же школе. 12-90! Обожаю вас всем учителям и всем классным руководителям. 49-я школа и 144-я школа. Я вас люблю, я училась в двух школах. И я с огромным удовольствием вспоминаю свое детство, отрочество и юность, потому что я была адски неусидчива. Я очень много разговаривала, меня отсаживали на последнюю парту и писали красной ручкой вызвать родителей в дневнике. И знаете, дорогие друзья, за это время ничего не изменилось. До сих пор Рита сидит на канале за последней партой, кидается и плюется во всех бумажками. И у тебя красная команда, будь осторожней, да? На самом деле, Артем Шалимов немножечко перепутал, потому что это он был в первом классе премьерным мальчиком, а потом что-то пошло не так, и он начал шалить. А потом фамилия взяла свое, да, дорогие друзья? Он начал шалить вместе со всей страной, даже Рита Че теперь шалит вместе с Шалимовым. Ну что же, ну а я призываю вас посмотреть на наших сегодня красавиц, вот выпускницы. Невероятные. Школа 1332, вам аплодисменты. И Алена Ваданаева, ваши аплодисменты. Друзья, я, если честно, не распознал Алену в толпе и подумал, что просто идет, думаю, ничего себе выпускницы у нас пошли. Ничего себе платье. Алена Ваданаева. Алена, как ты себя сегодня чувствуешь? Ты помнишь свой класс? Класс, помню одноклассников, не помню даже в каком классе я училась, это было А или Б, но сегодня я почувствовала себя выпускницей, переростышем, потому что у меня выпускного не было как такового, я его плохо помню, мне как-то было неинтересно тусоваться со своими одноклассниками, они уехали веселиться и заниматься тем, чем занимаются подростки, там, выпить вать, шампанское и все такое. А ты что делала выпускного? А ты, как светская львица, пошла на взрослую светскую вечеринку. Нет, я тогда работала журналистом в газете, у меня было два материала, которые нужно было сделать, мне было не до выпускного, поэтому я сегодня наверстаю точно. Но, насколько мы знаем, у тебя сегодня очень почетная миссия, потому что Алена у нас будет вручать номинацию «Отборная сборная». Это самым крутым вообще выпускникам нашей страны. Самым дружным, самым дружному классу этого года. Ты какие эмоции испытываешь? Я волнуюсь, здесь вообще так много красивых девчонок и мальчишек, и я очень рада сегодня быть здесь и тем более вручать такую классную номинацию. Ты только что шла по ковровой дорожке среди выпускников, тебя выпускники мужского пола не разорвали, когда увидели, потому что, мне кажется, для любого выпускника Алена Водонаева это предел всех мечтаний. Это такой подарок пройтись по красной дорожке с Аленой Водонаевой. Ну все, я засмущалась теперь, вот засмущалась из-за выпускников, нравятся мне выпускники, честно скажу. Ну ты приготовила платочки, если вдруг всплакнешь на главной сцене страны. Я рукавами буду, как волшебная Василиса, направо, налево, да, как лето. Главное, что вы косточки оттуда не посыпались, стройна, невероятно. Сидела на диете перед красной дорожкой, признавайся. Не сидела, но зарядку делала всю неделю по утрам. Алена, а ты себя когда-нибудь в школе представляла, потому что выпускники все мечтают об Алене Водонаевой, а ты, может быть, я не знаю, мастер-класс в школе какой-нибудь. Выпускника. Берите на заметку, дорогие друзья, вот это заявление. А это для эфира после 12. Это шутка. Ну что же, Алена Водонаева, прекрасная, роскошная, как всегда, сегодня в Кремле на премии «Выпускник-2015». Вручает премию в номинации «Отборная сборная», и мы провожаем Алену. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое, Алена. Ну что же, а мы продолжаем. Посмотрите вот на эти лица. Итак, ребята, больше шума, больше шума. Кстати, как тебе сегодня наряды наших выпускников? Ты знаешь, они с каждым годом становятся все интереснее и интереснее. И, честно говоря, я завидую сейчас вот тем выпускницам, которые прошлись по красной дорожке с экс-градусом, а ныне диджеем Баксом! С прекрасным градусом и с диджеем Баксом! Привет, дорогой! Вставай сюда, пожалуйста, к нам. Расскажи, пожалуйста, насколько я знаю, у тебя сегодня готовится какой-то сюрприз, и ты выпускникам на протяжении всего вечера не дашь заскучать. Конечно, во-первых. Во-вторых, я сам не знаю, что будет происходить. Поэтому это сюрприз и для меня тоже. Серьезно? Но диджей Бакс, знаете, вот сейчас я выдам очень интересную, неожиданную информацию. Он будет диджеить! Поэтому он и диджей, вы понимаете, да, логику? Слушай, но ты барабанщик, ты играл на барабанах еще в школе. Скажи, барабанная установка прямо у тебя в квартире находилась? Нет, она у меня находилась в музыкальной школе. В квартире у меня находилась печь, я еще и пекарик. А как же ты, когда же ты определился между пекариками? Талантливый человек, талантлив во всем. Но скажи, пожалуйста, как удавалось... Спасибо, что дал мне. Как удавалось вообще в школе совмещать увлечения свои музыкальные и образование? Нормально, я просто не учился и барабанил, и все. Барабанил. А на нервах учителей. Какая самая смешная история у тебя есть со школьной поры? Ну, мы, по-моему, сожгли крышу в школе. О, всего лишь! Как это могло произойти? Ну, давай, проломили шипер. Ну, ладно, это не суть. Просто было весело. Просто ты добарабанился до красной дорожки в Кривле таким образом. Ну, и самый главный вопрос, как у настоящего рок-н-ролльщика, да, тоже. Скажи, пожалуйста, как был выпускной? Помнишь ли ты его? Нет, я его не помню по определенным причинам. Мы через окно кое-что занесли. Боже мой, твои родители, наверное, неоднократно посещали кабинет директора. Это так? А на пиццовет тебя вызывали? Мои родители никогда не посещали кабинет директора, потому что, честно говоря... Мой папа был директором. Им докладывалась самая объективная и адекватная информация. То есть, в принципе, за все свои шалости ты не получал? Нет. Тебе повезло? Ты просто... Я просто счастливчик, да. Но что ты можешь пожелать нашим выпускникам? Может быть, уже спустя столько лет, как ты закончил школу, ты пересмотрел некоторые вещи? Абсолютно точно могу пожелать одну вещь. Друзья, как бы вам там что ни говорили, и какие бы банальные эпитеты вам сегодня не вручали, просто оставайтесь с собой. Просто оставайтесь с собой. Сегодня у нас на церемонии выпускник 2015 будет номинация «Самая классная-классная». Помнишь ли ты свою классную руководительницу? Нет. Спасибо. Вот такая она память у диджеев. Нет, конечно же, помню. Герта Евгеньевна, это моя классная по географии. По географии у меня всегда было пять. Привет, Герта Евгеньевна. Счастья, здоровья, и я сегодня вас порадую. На этой позитивной ноте мы провожаем диджея Бакса. Спасибо тебе большое. Он сегодня будет играть практически всю ночь, и наши выпускники будут отжигать не по-детски. А рядом со мной, не поверите, по-прежнему Артем Шалимов. И Рита Че, которую постоянно хочется обнимать. Ну что же, дорогие друзья, у нас немножечко... Я вот лично слепну, потому что такие красотки идут по этой красной дорожке, и, если честно, меня уже тянет немножечко вовнутрь. Его разбирают, потому что Артем сегодня ведет эту церемонию на главной сцене этой страны. Вместе с кем? Вместе с невероятной глюкозой. А я буду вести вместе со Стасом Костюшкиным и Митей Фоминым. Фоминым остается буквально несколько секунд. Мы очень нервничаем, очень волнуемся, потому что, правда, этот бал особенный. У меня такое ощущение, как будто бы я уже выпускник, и со мной пришла моя выпускница. Знаете, и самое лучшее место, которое можно было выбрать, это, конечно же, ежегодная всероссийская премия «Выпускник-2015», которую мы уже начинаем.